Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст два брата один фильм это подкасты два брата будет вспоминать детство и обсуждать фильмы которые мы тогда смотрели я ваш ведущий михаил и мой со ведущий мой брат енис пожалуйста поставьте нам лайк везде где можете все отсылки которые будут вам непонятны в этом эпизоде будут прописаны в описании к нему на ю тубе у нас есть группы вконтакте и подписывайтесь на наш канал на youtube ох денис ну что ж мы сегодня обсуждаем фильм под названием сканирование мозга 94 года продолжаем наш октябрьской марафон фильмов ужасов который ведется к хэллоуину это фильм про задрота про любителя жестоких фильмов и компьютерных игр и всяких таких штук которым в руки попадается игра под названием сканирование мозга и она выводит его игровой экспириенс на абсолютно новый уровень потому что эта игра начинает смешиваться с реальностью уже непонятно где что вообще происходит и эта игра она состоит из того что ему предстоит совершить серию убийств как я понимаю но игра оказывается не игрой потому что все эти убийства происходят в реальной жизни еще появляется какой-то хрен который зовет себя трикстером и говорит что да чувак давай играй дальше а то проиграешь в общем примерно так суши на удивление для такого простецкого фильма трудновато было описать его сюжет прям такой весь сложно сочиненный да суши это был один из первых фильмов я помню что я кинулся искать на торрентах когда наступила эра торрентов да то есть этот фильм в детстве прям был такой крутой и неуловимый в нем царила такая своя атмосфера если его финал думал блин вот бы его пересмотреть и как только у меня вот руки дотянулись до вот этой вот библиотеки да и рядом не было брата который мог меня остановить я побежал смотреть его одним из первых в очереди ты что помнишь я так по моему между собой уже говорили да что ты по моему в детстве так и не пересматривал да вот это вот для тебя поездочку наверное сейчас было причем желание у меня было лет десять назад наверное и довольно ну легко я его тогда не нашел и понял что я не хочу тратить на это больше 5 минут жестко вот и теперь 10 лет спустя и наконец-таки посмотрел фильм впервые после ве чески от екатеринбург арт который мы взяли у наших знакомых каких-нибудь потому что не больше у нас было это ведь ческа я не было то есть кто-то из наших знакомых подумал блин сканирование мозга вот это название вот это фильм и там еще обложка была сделанная жесть где он его башку жрал таким вот изогнувшимся артом да 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 вот трикстер жрет голову эдди ферланга или или стоп или я себе придумываю придумал это не не это было фильме а обложка была там такой эдди ферланг бежит в ну такой смешной позе и огромная рожа трикстера на всю обложку такая криповая достаточно вот но тебе этот фильм если все-таки нравился как тебе сказать или ты уже тогда понимал что это трэш подожди с одной стороны у меня в голове была одна мысль это эту вечерку мы взяли у знакомых я должен типа насладиться по полной потому что я скорее всего не смогу потом этот фильм пересматривать в любой момент когда захочу да так и каждый фильм который я брал в таком режиме там он получал от меня какой-то налет просмотр получал налет наслаждение дополнительно потому что я понимал что блин еще должен вкусить этот фильм вообще по полной но что-то у меня на задорках разума уже тогда говорила мне что это не высокое искусство перед тобой так это какая-то дешевая штука возможно эти мысли были не настолько хорошо сформированы но что-то я уже тогда подозревал что с этим фильмом не так ты подозревал что взял на кассете у друзей фильм для канала тв3 да именно хоть это даже не знал таком канале ничего я вот этого не просек если честно для меня этот фильм был такой не открытый джем скрытый джем который смотрел не так много людей и даже какое-то время после переобнаружение этого фильма в эру торрентов я все равно так думал и по-моему я его довольно таки часто пересматривал после уже там изначального переоткрытия и он и поля пересмотрел относительно недавно всего-то года на 4 назад и вот мне кажется что я в вот это был мой финальный раз когда такой посмотрел этот фильм а понятно я понял теперь что это за фильм но тем не менее этот фильм он навсегда мне запомнился именно вот этим своим маскотом да трикстером потому что мне кажется что хоть если за что и надо вспоминать этот фильм то хотя бы за этого черта и кстати ты сказал такое слово как атмосфера да я не могу сказать что это атмосфера которая будет всем по душе или это атмосфера которую я ищу фильмах да это атмосфера которая там есть и которую я не знаю с удивлением сейчас еще раз ощутил до рассмотрел и какое-то теплое чувство все равно заимел не то что американский пригород 90-х это вообще это то в чем я купаюсь в чем купается моя ностальгия да слушай я думаю что разговор о создателях этого фильма надо начинать с его сценариста тебе имя эндрю кевин уокер ни о чем не ни о чем годом позже вышел другой фильм который написал этот товарищ это был фильм дэвида финчера 7 ого прикинь 7 и сканирование мозга написал один и тот же чел ладно с этим мне придется жить и если что это не так было что там написал какой-то другой чувак потому что там есть в сценарных кредитах второй чувак но это не было так что написал другой эндрю кевин уокер там просто панчил нет нет эндрю кевин уокер он сейчас он уже выступает таким знаешь вот как у кевина смита например сейчас такая фаза в карьере когда он уже больше не режиссер да он уже больше травит байки о том как он был режиссер да даже когда снимает фильм именно и у эндрю кевина уокера сейчас примерно та же фаза потому что он довольно таким активничает активно активничает в соцсетях и у него есть собственный сайт на котором выложены все его сценарии и даже кусочек его нереализованного сценария который он писал про бэтмена и супермена в одном фильме задолго до того как это сделал товарищ по фамилии снайдер можете на его сайте почитать вот этот вот отрывок и если вам позволяют знание английского языка так вот я навязывался на его сайт и пожалуйста у него там в шапке лежит сценарий к фильму сканирование мозга то есть он ни разу этого не стесняется полный до полный полный и я пробежался по нему и был поражен тем насколько вот итоговый фильм был близок к тому что он написал даже реплика про желчный пузырь она слов-в-слово из этого сценария и да слушай вот этот сценарий то есть я как понимаю он вот рожден из такой технофобии игрофобии 90-х да ну да когда началась вот эта вот фигня с видеоиграми да и люди начали почему-то фантазировать насчет того что через пару лет вот эти вот игры на квадратиках они начнут походить на реальную жизнь мы с тобой обсуждали экзистенцию да в этом подкасте мне кажется что брейнскан это такой кроненберг для тинейджеров при том что наверное оба эти фильма плохо сохранились в плане технофобии но мы с тобой когда обсуждали экзистенцию хотя бы там подметили какие-то прикольные штуки которые тот фильм придрёк просто с экзистенциями таких проблем потому что они изначально сетапит это все как ну какой-то вообще оторван от реальности вещь там свои приставки да своя технология свои там не знаю компании и методы продвижения игр чего нет в этом фильме но это забавно да как вот эндрю кевин уокер мог написать 7 до который вот просто да но не знаю на этот сценарий до сих пор наверное ссылаются в голливуде типа вот снимите нам такой тривер и как вот тот же самый ну не тот же самый но материал того же самого человека может смотреться в руках менее мастеровитого режиссера да потому что режиссер брейнскана джон флинн он не то чтобы по триллерам если честно чувак я не знаю ты смотрел его фильмографии или нет я кажись максим что сделал навел на его именно кинопоиски и там знаешь есть маленький такой тул тип появляется до мелкой превьюшкой куда обычно запихивать лучшие работы и там не увидел одну работу и даже не стал нажимать дальше в общем он больше чувак про боевики он снял фильм out for justice с сигалом и нет денис это не тот фильм где стивен сигал посылает кого-то в банк крови это другой фильм название которого все равно сейчас не скажу еще он снял тюрягу со сталлоне один из тех фильмов с ясм салона для к на котором не абсолютно плевать тебе тоже да отлично это же не чисто боевик это какая-то я не знаю дыра мне раньше почему-то экшен герои в тюрьме это считалось бы всегда для это точно у ван дамма по-моему есть фильм где он в тюрьме у клинта и ствуда есть побег из царька трасса вон у стола на есть тюряга и побег из тюрьмы каждого хранится брендов и нас преследует мужа третий или четвертый раз вспоминаем на это на свой консерву да да тот момент хороший тот самый момент в общем брейн скан провалился хотя он хотел быть очень таким наешь очень актуальным очень резонансным фильм это фильм с кинотеатральным прокатом офигеть я читал что он провалился так сильно что студия его вытащила из кинотеатров через две недели после начала прокатами да но тем не менее сказать что это культовый фильм чего да да то есть его даже когда перевыпускали на блуре и там записали интервью с актерами и вообще там сделали полное оформление для фанатов этого фильма чтобы им было что посмотреть я просто вообще я нашел информацию на тему того как вообще этот фильм пиарили и я так понимаю они ставили довольно таки большие деньги на этот фильм фильм просто не взлетел в итоге но вот свою странную культовость в итоге наверное в основном благодаря персонажу трикстера да он все-таки обрел ну да в общем я что хотел сказать вот мне кажется таким фильмом может быть два подхода в плане кинокритики либо это жесткая прямо критика и рам просто разнос этого фильма либо ты знаешь снизойдешь до этого фильма да и так постыдно им насладишься короче если критиковать вообще по чесноку это фильм там можно двумя предложениями все сказать да как бы что это дешевый тв-тришный фильм да в котором не так уж много чего-то от искусства да от таланта от всего этого дела потому что режиссер это вообще какой-то ноунейм хмырь это был бы отличный фильм если бы не сам фильм да да вот это очень кратко можно обосрать из и просто пройти мимо и все но вот насладиться это уже что-то совершенно на другом уровне просто между вот этими двумя подходами мне кажется я где-то посередине потому что с одной стороны этот фильм представляет для меня бесспорное ностальгическое качество скажем так но я слишком 100 для этого дерьма я слишком стар чтобы наслаждаться но такой ностальгии в которой настолько мало таланта мне все-таки хотелось бы сейчас чтобы вот кино имела хоть какую-то ценность плане своего художественной стороны и возможно все было бы не так плохо то есть возможно бы мне было бы не так трудно и насладиться если бы этот фильм не совершил просто один из самых страшных смертных киногрехов давай скажем его сразу же да ты кстати его очень умело обошел когда описывал сюжет этого фильма я знаю что я делаю потому что я думал интересно скажешь ли ты это прям когда будешь обсуждать сюжет в общем один из самых постыдных моментов этого фильма это что по сути 90 процентов этого фильма в конце концов оказываются сном и ничего из того что происходило больше чем и мы она на самом деле не произошло потому что все убийства которые совершал главный герой под воздействием игры они все откатываются назад во времени и он просыпается после первой своей же игровой сессии и оказывается что ничего из этого не происходило но это не знаю мне кажется в 90 это уже было как-то стыдно или я возможно слишком строг к создателям этого фильма потому что вот этот весь твит знаешь что кто-то из персонажей был нереален да или какая-то часть фильма была нереальной она все больше культивировала скорее к концу 90-х и уже в нулевые стало как-то стыдно это все использоваться но то что вот они еще тогда это попробовали что тогда это не сработало это на самом деле и немного жалко и стыдно и интересно да это очень странно что такие люди вроде бы на своих местах да вроде бы в первый день снимают и пишут кино но не могут понять что какой смысл снимать фильм который по большей части один сплошной сон просто мне кажется они тогда для себя придумали очень не знаю манящее оправдание так то есть и мне кажется никто в головах было никто еще не делал такого твиста с видеоигрой который настолько реально им все можно простить за это нет но просто они тогда это очень легко уцепиться за вот эту вот спасательную палочку да что типа но ведь все раньше думали про сны там про трипы наркоманский да а у нас будет игра настолько реальная что ты даже не отличишь ее от мира в котором ты живешь странный видит такое снаристы семи да видимо даже самые умные люди могут совершать ошибку даже у сценаристов семьи может быть brain scan и самая наверное главная самая главная фишка этого фильма которая опять же на мой взгляд не работает особенно сейчас через почти 30 лет того как этот фильм был снят да это что вот вся весь комментарий на тему технофобии и графобии он очень плохо сохранился потому что если посмотреть на фильм со стороны то ты видишь как вот кучка бумеров да это эндрю кови кевин уокер этот режиссер они учат жизни тупого тинейджеры из 90 типа любишь хорроры до любишь жестокие игры на получаем реальной жизни как тебе но как тебе они особо важного не на эту тему ничего не сказали потому что но вот этот комментарий он просто ничего из себя не представляет как бы я играю жестокие игры всю свою жизнь смотрю жестокие фильмы всю свою жизнь но тем не менее я четко понимаю где вот разница между искусственным насилием да и насилием в реальной жизни я с искусственным насилием имею дело но на ежедневной основе я уже этого не замечаю а вот насилие в реальной жизни я к нему вообще никакого отношения хочу иметь и вот это вот бумерский комментарий это вот то что мне кажется вот просто было такой доставучий штукой вот все 90 и даже нулевые когда знаешь нам все говорили о да чего вас доведут жестокие игры да и я так рад что вот этот вот дебат он что он сдулся вот сейчас и что практически никто о нем уже не говорит меня еще больше затриггерила в дополнение тому что ты сейчас говорил что если смотреть на то каким не знаю поведением и какой сцены заканчивается фильм то их основной комментарий был в том что задрот выйди из дома дойди до своей девушки и просто выскажись ей хватит сидеть и наяривать на нее через окно да потому что это все их решение проблема да чувак хватит сидеть дома да хотя на самом деле вот давай тогда раз уж мы затронули эту тему даже в каком-то игрожурнале я читал что вот эти все случаи когда подростки там совершали какие-то преступления да и сваливали это на игры такое достаточно было распространено в те времена и контр движения всего этому контр комментарий было того что как бы жестокие игры это не причина почему все это происходит да а это всего лишь но какая-то одна сторона всего этого дела а это идет все откуда-то из другого места и этот фильм он сосредотачивается только на том что нет это все благодаря жестоким фильмам и играм происходит насилие год спустя окажется выйдет крик да в котором там главный маньяк скажет что нет и жестокие фильмы не делают психов они делают психов более изобретательными вот именно поэтому крик сохранился великолепно брейн скан сохранился не очень но слушай какие-то наверное прикольные удачные попадания несмотря на то что они все кринжовые тоже у этого фильма тоже есть в плане там предсказания будущего потому что например у главного героя есть собственный сири да игорь да который тоже довольно таки кринжовый в том плане как он показан я не помню чтобы вот я встречал людей вот сейчас в современном мире до которые делали из своей сири какого-нибудь персонажа из хоррор фильм чтобы он был его слугой такого нет но в плане того что он у этого чувака есть электронный помощник я прямо тут снимаю шляпу перед создателем просто вся вот эта фигня с тем насколько он геймер в девяносто четвертом году в котором лучшими играми года были донки конг кантри doom 2 и мега мэн и вот вы подключаете фильм и видите как у него не знают целый чердак обставлен какой-то техникой на которой этот чел ну реалистично должен запустить донки конг кантри но у него блин там кресло геймерской стоит акустическая система блин телевизор у него не знаю у него игра запускается ты заметил эту фигню что каждый раз к вам вставляет диск и мы уже набрать телефонный номер чтобы начать играть я вот не понимаю он говорит чуваку своему игорю до электронному помощнику набери такой-то номер и страх да как можно по телефону набрать слово и его надо сказать или что они но это же распространенная тема в америке что ты используешь эти буквы которые на клавиатуре серьезно да я я вот всю жизнь не мог в дупить как блин он набирает страх по телефону я так и не умею мы тогда жили с этими с круглыми циферблатами именно слушай во что чуть подери поиграл эндрю кевин уокер чтобы сочинить этот фильм я не знаю то есть он еще там на года два заранее писал же эту штуку тогда игры были еще более всратые я просто не понимаю тогда вообще на дисках можно было во что-нибудь играть или это фильм просто от балды все это да можно можно было да я не понимаю с чего он это все взял если вот ты говоришь вот все игры которые были но они были вот как марио господи он там посмотрел как марио прыгает по этим грибам за такого это до добра не доведет да просто еще вот в копилку вот это вот плохо сохранившегося от отношения к играм да и вот этого кринжа да ты помнишь какой слоган был на нашей русской веечески на кавере нет но я попробую угадать сейчас смотри не заиграйся нет нет там им нужно было продать этот фильм то есть там знаешь когда ты помнишь какой информации на обложке фильм рука убийца заставил наших родителей купить его а ну что там было спринг да вот и им нужно было продать этот фильм и они написали это кошмар на улице вязов для поколения сидером sony playstation 3do sega и нинтендо ооо ну знаешь они были правы ты такой смотришь да я люблю sony playstation я не знаю что такое 3do и нинтендо но я знаю что такое sony playstation и sega я хочу посмотреть этот фильм я знаю что такое кошмар на улице вязов понял мишки мы с тобой поколение сидером а да 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 я думал что я поколение какое-то миллениалов да или миниалов но видимо теперь я поколение сидером жаль что это не прижилось до которых чем быстро закончил да я не использовал свой сидером наверное уже лет десять у меня его даже нет сейчас господи не скажу тебе сидером в компьютере нет оставьте нам свои комментарии у кого есть сидером ваши компа в курсе даже нет прорези для него блин я все боюсь когда меня это однажды схватит за задницу мне надо будет срочно использовать какой-нибудь сиди или дивиденды а под рукой не окажется сидером и тебя спасет какой-нибудь чувак из того поколения да да слушай скажи это было бы более или менее кринжово если бы они использовали в этих в этом фильме дискеты но блин 94 год это на самом деле уже ну на самом деле дискеты были в ходу ну да но сиди блин в таком роде фильмов им уже нужно было смотреть в сторону дисков конечно же но дискеты бы совсем взруинили весь этот эффект от того что игра похожа на реальность о да знаешь я вот сейчас когда пересматривал brain scan я все время думал об одном фильме который я посмотрел недавно называется мейнстрим с эндрюю гарфилдом не слышал о нем это короче фильм про youtube культуру ну или который пытается быть фильмом про youtube культуру и это короче фильм который вышел еще год назад на каких-то фестивалях его там жестко обосрали и это вот самый худший вариант событий который ты можешь себе представить когда ты слышишь что сняли фильм про youtube культуру то есть это просто вот фильм про то что и так все знают и который не говорит ничего интересного на эту тему то есть мейнстрим это brain scan 2020 года именно это то к чему я веду что вот каждый раз когда в культуре появляется какой-то какая-то новая хрень да появляются вот эти вот омники бумеры бумерам всегда есть что сказать которые хотят сказать что-то интересное что-то актуальное но чё высказывание в итоге оказывается настолько безинтересно настолько банальным и настолько не актуальным уже на следующий день после выхода этого фильма этого высказывания что кроме как не знаю с досадой и с жалостью на это смотреть просто невозможно я не знаю есть же какие-нибудь фильмы которые сказали в итоге то что-то умное на тему игр да например он та же экзистенция я думаю что несмотря на то что она тоже местами сохранилась не так хорошо хотелось бы но тем не менее мы с тобой там нашли намного больше чем насладиться и что обсудить когда пересматривали его так что я надеюсь что и на тему вот это вот поколение социальных сетей тоже в итоге что-нибудь выйдет интересное хотя знаешь этот фильм сняла одна из сестер копполы да я вот увидел что там блин фамилия знакомые режиссерском кресле да это одна из дочерей копполы у него у них там целое семейство пошло в фильме керы и мне кажется успеха добилась в этом плане только софия коппола кстати сняла намного более интересный фильм на тему поколение социальных сетей вот тот про ребят которые залазят в дома знаменитости сэма и уотсон вот это намного более удачный фильм в эту сторону мне кажется надо клонить этот нарратив а не на тему того что вы посмотрите какие блогеры твари на самом деле ну слушай а как тебе все-таки аспект guilty pleasure brain scan подожди я хотел еще кое-что обсудить потому что мы уже обсуждали концовку с тобой насколько она ломовая да но я хотел с тобой обсудить тот момент про который совсем забыл может быть я его просто не понял детстве так но после того как нам показывают что все это было в игре происходит несколько вещей до которые типа говорят что не все так просто но они недостаточно умные как по мне но ты про то что в конце когда эдди ферланг приносит эту игру своему директору да там сидит трикстер да да как ты это воспринимать он ему подмигивает и эдди ферлангт уходит во первых надо сказать что я прочитал сценарий ну концовку этого фильма в сценарии и он там просто приносит ему игру и сваливает там не сидит рикстер в конце это была придумка либо режиссера либо сценариста прямо в ходе съемок моя интерпретация это намеренно открытая концовка чтобы мы решили поехала ли у него башка в конце фильм у главного героя от того что он сыграл в brain scan и теперь у него реально видится везде трикстер либо все события фильма они были реальные в том плане что да это игра она и правда провернула с ним какую-то мозга игру и и правда все это в каком-то смысле произошло и 300 реален и теперь то же самое произойдет с директором понятно с этим разобрались и обсудили но что насчет сцены после титров там есть сцена после титров да там короче начинаются титры а потом прерываются ну то есть знаешь как у марвелов есть первый кусок ситров да после которых идет сцена трикстер короче прерывает все говорит вы ничего не забыли и нам показывают как собака несет ногу а я это я посмотрел да я просто не воспринял это как сцена после титров и подносит эту ногу к дому эдди ферланга и если вспомнить первый кадр этого фильма то фильм начиная с того что собака они использовали ровно те же кадры собака пробегает по стадиону подбегает к дому эдди ферланга с ногой во рту она вначале бежит с ногой а да и сейчас вижу это и абсолютно прав знаешь что если им было плевать то и нам должно быть плевать я я реально потратил время на то чтобы понять что происходит в этом фильме настолько ли он какой-то хитрый и может быть из-за этого в него я сейчас думаю что он из-за этого стал культовым потому что есть какие-то дикие фанатские теории но реально фильм начинается с того что до всего тем до все дичи которая произошла когда он запустил игру к его дом подбегает собака с оторванной ногой которую он впоследствии отрежет у первой жертвы да да вот она стоит и этим же кадром заканчивается фильм что за хрень мне кажется я знаю где собака зарыта смотри в начале фильма нам эту собаку показывать только общем планом как она бежит с какой-то хреновиной во рту да не показывают крупного плана где у нее нога не показывают да мне кажется они просто сняли зрелищный кадр с собакой и использовали его как просто часть environment точно а в конце они вставили это тупо чтобы поржать и чтобы давайте нахлобучим еще фанатских теорий но ведь этой фигни не было сценарий ты говоришь ты дочитывал до концовки и и там не было и мне кажется что этот кадр сняли вообще не для начала и для конца мне кажется что его сняли куда-нибудь для середины фильма и просто она как бы нашло себе место где это вот здесь потому что она по пейсингу скорее всего не подходила куда-то в середину и поэтому они вставили сначала в начало для создания вот атмосферы и в конец чтобы поржать вот и все пользу твоей теории рукожопости монтажера говорит то что в самом начале порядок кадров такой собака подбегает к дому да и на мне показывают что у него во рту следующий кадр к собака бежит по стадиону да что довольно ну как бы чисто по таймлайну она не вяжется и в конце не показывает правильно то есть собака бежит по стадиону и потом подбегать дома эдди ферланга уже с ногой мне кажется вначале использовать действительно чтобы создать атмосферу этого городишки а в конце не такие суши мы так уже тут трикстер запилили да да типа мы уже тут сделали финт ушами давайте добавим еще финта ушами мы такие умные блин ладно но это это очень редко встретишь такие косяки и от этого фильм для меня только интереснее становится мне жалко тех людей которые потратили время своей жизни на то чтобы строить фанатские теории благодаря вот этой вот херни блин мне теперь хочется почитать я погуглю обязательно после записи если хоть одна эти фанатская теория завязана на том что это все гусон собаки я кстати этим так и не занялся и не добрался до всего этого но я уверен что такое должно быть да потому что есть момент когда эдди встречается с этим фильме в зод майкл нет денис он эдди ферланг вот короче где майкл закапывает эту ногу и собака типа мешает ему для и логично то есть если подумать куда эта сцена могла встать нормально по повествованию то скорее всего это собака в один момент отрыла эту ногу в лесу и притащила ее к дому чтобы побольше проблем замутить да 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 в общем бесполезно тут что-то разбираться мне кажется что фильм недостаточно компетентное сделано чтобы что-то серьезное на его основе строить я должен был об этом сказать потому что довольно интересный косяк но я хотел все-таки тебя спросить денис вот ты сейчас в 2021 году когда смотрел этот фильм у тебя ты хоть чем-то насладился постыдно в этом начнем с того что на удивление я был готов короче к супер отстойному фильму но на удивление эти полтора часа я как-то я не пожалел о потраченном времени окей то ли это все-таки действительно ну персонаж это вот рикстера он какой-то вес имеет да мне было интересно все таки наконец вожди посмотреть да на качество грима да 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 он не знаю не стопроцентно идеально вписанный перс потому что знаешь первый раз когда он появляется он ставит какую-то песню и начинает вести себя очень странно потому что настя она была в этот момент вообще у нее какие-то эмоциональные американские горки были потому что появляется типа жуткий чел и первое что она говорит блин а этот чел жуткий классный типа да он довольно страшно криповый проходит две секунды он ставит какую-то уинга боинга на фон и начинает танцевать как курица какая-то и сразу же она говорит мне ладно он уже не такой страшный а потом канал перестает себя так вести она говорит ладно все-таки страшный он трикстер но знаешь именно этим мне этот персонаж нравился в детстве что он как бы он похож на злодея но не скажешь что он как бы совсем совсем злодеи потому что он такой он типа умеи поничиво да вот он такой он пытается быть твоим другом но он не твой друг он как бы злодей но не совсем злодеи и вот эта игра на эмоциях этом он не этим доставлял в мест style типа что он вроде бы ты ожидаешь от него что он будет каким-то вот прям Фредди Крюгером, но он берёт и ставит песню, начинает плясать. Это круто. Знаешь, мне этот фильм больше всего нравится, когда это странная драма-триллер про богатого задрота. Когда вот показывают просто, как он сидит у себя дома, да, и там шпионит за своей соседкой, да, вот это всё хорошее, что есть в этом фильме. Но всё это вот сочетание с кринжем, оно слишком неровное. То есть, вот идёт какая-то абсолютно бытовая драма про травмированного подростка, и тут начинается какая-то хрень с очень-очень плохими спецэффектами. И так весь фильм, это слишком-слишком неровно. И то же самое касается Трикстера. Мне кажется, что это такая палка о двух концах. Он и должен быть неуместен в этом фильме, но в то же время он, чёрт возьми, неуместен в этом фильме. Блин, я не хочу сказать, что у этого фильма какой-то уникальный баланс этих вещей, потому что это всё просто не знаю, такой винегрет всего, и винегрет ещё приправленный низкими скиллами по части съёмки фильма. Да, да, да. Но всё равно какой-то микс они сумели тут получить, который вот странно, да? Если фильм прошёл через вот всю историю, связанную там с нашим детством, да, и тем, где мы сейчас записываем подкаст, он смог нам по итогу какие-то эмоции дать, то я могу с уверенностью сказать, что только если вы обладаете тем же жизненным опытом, что и мы с тобой, и вы сейчас ровно в той же точке, или в похожей, вы только тогда эти эмоции испытаете, потому что я не могу поставить ответ в это фильм вообще никому. Нет, нет, никогда никому. Ну, слушай, по крайней мере, из всех актёров в этом фильме, да, Тирайдер Смит, который играет Трикстера, хотя бы он единственное веселится. И видно, что, кажется, они изначально планировали использовать этого персонажа как вот продающий фактор, да? Да. Пихать его на постеры, поэтому они там подошли к дизайну не спустя рукава. Чел как бы видно, как ты сказал, наслаждается, а от этого обычно только в плюс роли удаются, особенно таких вот довольно забавных персонажей. Единственное, знаешь, они назвали главного злодея в этом фильме Трикстером, да? Ну, это же немножко лениво. Да. Типа, Трикстер – это не имя, это архетип. Да. Это всё равно что-то назвать злодея злодеем. Да. Привет, я Вилен. Именно. Жан Вилен, да. И мой брат Джордж Трикстер. Блин. Слушай, я сделаю смелое предположение и скажу, что ты не видел этого актёра больше ни в одном другом фильме. Нигде не видел. Но я с детства думал, блин, пошёл ли он куда-то дальше или нет. А я видел. Давай рассказывай. Короче, пару лет назад, я не знаю, возможно, тебе попадался этот фильм на глаза, но был фильм с адамом драйвером, называется «Отчёт о пытках». Нет. Это фильм о том, как в ЦРУ появляется «Whistleblower» и докладывает на том, что ЦРУ пытает людей в процессе поиска Бен Ладена. И там двое чуваков играет вот этих вот спецагентов, которые пытают этих заключённых ЦРУ. И один из них, господи, грёбанный Тирайдер Смит. То есть у Челла есть работа до сих пор? Он вообще сценический актёр больше, он играет в театре. И «Брейнскан» – это, видимо, его не совсем удавшийся большой дебют в большом кино, который не особо запустил его кинокарьеру, но тут и там он появляется. Но когда я увидел его в «Отчёте о пытках», я его, во-первых, сначала не узнал даже. Я его узнал уже, когда начал смотреть на «Кинопоиск», кто сыграл в этом фильме. Но это так странно, что, во-первых, он выглядел в этом фильме даже лучше, чем он выглядел в «Брейнскане», потому что он довольно-таки хорошо постарел, и на нём не было уродского грима. Но, тем не менее, я был просто рад, что у этого чувака до сих пор есть работа, и что он снялся в более-менее заметном фильме. А это, типа, хорошо принятый фильм, как я понял, да? У него была хорошая критика, но это был такой Оскар Бэйт, знаешь, который провалился. Так что, ну, хотя бы не знаю, Адам Драйвер сыграл главную роль, это всегда хорошо. Так, что ещё? Вот, я что хотел сказать. Смотри, я сказал, что сценарии этого фильма и итоговые фильмы, они довольно-таки близки друг к другу, но, тем не менее, я бы не стал сваливать вот все неудачи этого фильма только на этот сценарий, потому что, ну, если честно, режиссёрская работа в этом фильме тоже довольно-таки слабая. Конечно! Я, мне кажется, всю жизнь, когда смотрел этот фильм, не мог сформировать эту мысль, но сейчас я когда смотрел, ну, я всегда это чувствовал, но сейчас я, наконец-таки, сформировал своё мнение, что вот в третьем акте этого фильма начинается такой конкретный ТВ-3, когда начинается беготня Эдди Фёрланга от полиции. Его это лежание в кустах. Это так плохо снято. Да. Это настолько раннее утро ТВ-3, когда ещё надо спать и не смотреть телевизор. То есть, это просто стыдно смотреть на это. И знаешь, как я вот не стал бы сваливать все неудачи этого фильма только на режиссуру, да, но и на сценарий я бы не стал его сваливать, потому что я вот почитал, например, один из моментов, который меня очень сильно покоробил сейчас на пересмотре. Это когда Эдди Фёрланг первый раз звонит по телефону, да, и первый раз собирается играть в эту игру. И его внезапно жахает такой луч света и пробирает его. Ну вот скажи, что это снято довольно-таки слабо было. Да. Но я почитал этот момент в сценарии, и там, ну не знаю, вот то, как это было написано, мне кажется, что это можно было бы снять намного более эффектно и намного более, там, как-то более естественно, потому что там нет такого, что там его жахает луч света, и он начинает конвульсии, да. Там скорее в стиле Кроненберг у него там начинаются судороги, он там застывает на месте, у него слюна начинает течь изо рта. Типа вот это, мне кажется, было бы круто, можно было бы снять. Но в плане режиссура тут, конечно, опять же, полное несоответствие тонов друг с другом. Опять вот эта драма про подростка, она совмещается с каким-то, ну не знаю, не знаю, как это описать, господи, Кроненбергом на минималках. Единственное, наверное, что меня впечатлило в плане режиссура в этом фильме, и ещё в детстве меня этот момент впечатлил, это то, как снято первое убийство в этом фильме. Типа из глаз. От первого лица. Слушай, но и правда неплохо снято, и довольно-таки натуралистично, вот что меня пугало в детстве, потому что даже вот тогда я запомнил этот момент, как типа, блин, вроде бы нормальный фильм, и тут начинается какой-то сновпориво просто. Скажи мне, что тебе напомнила эта сцена? Какие возможные, если они там есть, подмигивания и отсылки ты мог бы там в теории найти? Ну сейчас, с моим приобретённым опытом, это, конечно, напоминает первую сцену из Хэллоуина. И пока что у меня всё. Я заметил там очень большие отсылки, и либо он черпал вдохновение, либо это случайно получилось, но это Арджента и его Джалла, это так называется, да? А, да. Вот этот вот убийца в кожаных перчатках с ножом, который типа всегда показан почти что из глаз, типа всегда в кадр только влезают его руки с орудием убийства. И здесь сначала прям вот Арджента отдавала. Мне кажется, он хотел это воспроизвести, нифига не вышло, потому что Арджента ему как до луны, это как бы ни его цветности, ни его вот этого как бы драматических операторских приёмов, ничего такого. Ни орущей музыки, да. Да, да, да. Но хотел чел, мне кажется, хотел. Но тем не менее, что-то у него получилось, потому что это такой прямо всплеск, не знаю, адреналина в этом фильме, какая-то жизнь, потому что весь остальной этот фильм, но там особо смотреть не на что. А тут хотя бы, не знаю, какая-то кровища, какие-то кишки и снято всё довольно-таки натуралистично. Прямо какой-то пульс забился в этом фильме. Да? Тебя, кроме этого момента, ничего не впечатлило в плане режиссуры? Как это? Я уже забыл этого чувака, Джон Флинн, кажется, да. Впечатлило. Или не знаю, есть что сказать на эту тему. По режиссуре, наверное, нет, вот так сходу не вспомню. И ничего плохого тоже не добавили. Весь фильм. То есть, ну, например, начинаем с самого начала. Сцена, где наш этот крип, извращенец, подсматривает за своей голой соседкой. О, да. Короче, как она снята? Эта девушка сначала раздевается, он её снимает на камеру, потом она одевает рубашку, потом он решает ей позвонить. Нам параллельно с этим показывают VHS footage того, как она очень медленно идёт к телефону в другой одежде. В последний момент, когда она берёт очень медленно трубку с низким FPS, он кладёт, она смотрит на него прямо в камеру. Я не понимаю, что эта сцена должна была мне сказать и как она снята, почему, типа, здесь низкий FPS, почему она меняет одежду и чем она занимается. Она ещё, это было очень поздно и она душилась перед сном. Мне кажется, что она знает, что он за ней подсматривает. Да, знает. И ей это нравится. Да. А он ей позвонил и снял её в замедленной съёмке, чтобы полюбоваться. Да, но она в реалтайме шла к телефону. Денис, не спори с техникой 1994 года. Хорошо. Мы не знаем, как она работала тогда. Хорошо, ладно. Скажи, ты спец по технике 1994 года? Я не... Ладно, ладно, я тут умываю руки. Может быть, тогда люди двигались в меньшем FPS. Да. Я вот не знаю, я в 1994 только родился. Ещё один момент, который, наверное, на стыке сценария режиссуры, который я сейчас даже пересмотрел и всё равно не понял, что произошло. Ты помнишь мужика, которого застрелили? Да. Что за хрень это была? При том, что там происходит всё в довольно-таки светлой обстановке, да, там всё видно. Но, по идее, по сцене мы должны думать, что это произошло случайно. Да, то есть, там просто мужик из-за угла выходит, вот прям суперсветло, он достаёт пушку и нацеливается на другого мужика, который, типа, следит за... Ну, у них, типа, комбинантский час, да, они шерстят город на предмет убийства. И просто коп выходит, достаёт пушку, целится в какого-то реднека, реднек достаёт свой дробовик, убивает его, а потом они все скорбят. Когда ты так это рассказываешь, это и правда смешно. Но, когда я смотрел этот фильм сейчас, мне тоже было смешно на этом набить. Причём, я потом начал вспоминать, блин, это, может быть, этим мужиком управлял Трикстер, может, они это всё объяснят, но нет. Нет, он убивает его на ровном месте. Да. И это даже никакого эффекта не возымело в фильме, ни на что. И Фрэнк Ланжелло говорит, ну и кто будет звонить его жене, рассказывая всё это? Блин, я не знаю, что за сцена была, это вообще потом никуда не пошло. Нет, именно поэтому к кульминации этого фильма этот коп заходит и убивает Эдди Фёрланга. Да, но он же знал, что нет, почему он убивает Эдди Фёрланга, из-за того, что Реднек замочил его напарника. Ну он винит его. Чёртов, Фрэнк Ланжелло, про которого мы ещё даже не сказали ни слова. Слушай, я всегда, когда думаю о брейнскане, а это происходит ну примерно раз в день, каждый день у меня, я всегда думаю, Фрэнк Ланжелло реально был в этом фильме? И мне прияснилось это. Потому что какого хрена он делает в этом фильме? Уважаемый характерный актёр, номинант на премию Оскар за фильм Никсон против Фроста. И тем не менее, он затесался в этот фильм, я не знаю, что делать с этой информацией. Я надеюсь, что ему хорошо заплатили. Потому что он просто шраебется по этому городку нифига не делает и просто говорит вот эту фразу, ну и кто скажет его жене. А потом выходит в конце, в словом он говорит убийца и убивает Эдди Фёрланга и всё. Блин, я теперь хочу вот понять, вот, потому что этот персонаж, нет, стоп, он появляется до игры или уже после того, как этот... Там, короче, смотри, ещё одна странная фигня. Убийцы в этом городке начались до того, как Фредди запустил игру. Эдди Фёрланг. Фредди, блин, Фредди, Эдди, запустил игру. И там Фрэнк Ланджел уже тусит и бросает типа хитрые косые взгляды на нашего героя. Стоп, это случилось до или после того, как Эдди Фёрланга первый раз жахнула молния? Это случилось до... Это случилось после. В смысле? Да, это случилось после. Помнишь, он просыпается, говорит со своим дружбаном, и он ему присылает эту игру, и он сразу же звонит. А всё остальное это вот происходит уже после всего. Нет, это, короче, он звонит, чтобы сделать заказ. Да, да. Во время первого звонка его жахает молния, но игру ещё не доставили. Не, но мне кажется, что воздействие на Эдди Фёрланга началось именно тогда. Или стоп, когда он просыпается? Он просыпается уже после первой игры. А, да, ты прав. Да. Блин, этот грёбанный фильм. Почему мы пытаемся найти логику в этом отстойном фильме? Блин, я хотел, чтобы этот эпизод был прикольным. Я столько много информации нашёл, а тем не менее, мы его проводим, просто пытаясь разобраться в перепеть их этого сюжета. Это слушать, наверное, просто невыносимо. Этот эпизод должен был быть хорошим, сраный брейнскан, я ненавижу тебя. Ладно, в конце выяснится, что это всё был сон. Да, но только не тот сон, который мы думали, а сон, который происходит после первой игры. Да. Блин, я надеюсь, что этот подкаст сон, и у нас будет возможность его перезаписать. Да. Слушай, я вычитал интересную хрень, оказывается, что Джон Флинн, который режиссер этого фильма, и Эдди Фёрнонг, они очень сильно не поладили в ходе съёмок этого фильма. Я могу это понять. Я цитирую, он сказал, что Эдди Фёрнонг это просто пацан, который не умел играть, и мне приходилось ему давать пощечину, каждый раз перед дублем, чтобы его разбудить. Жёстко, жёстко. Блин, во-первых, насилие над детьми. Но это Эдди Фёрнонг, он уже привык. Во-вторых, это чёрт возьми Эдди Фёрнонг, который реально тут как бревно играет. Давай поговорим о нём немножечко, потому что вообще Эдди Фёрнонг, он у нас же не профессиональный актёр, все это знают. Да. Есть какая-то дурацкая легенда, что Джеймс Кэмберон увидел его в очереди в какой-то клуб и предложил ему роль в Терминаторе 2, и так его взяли на эту роль. Ты слышал это дерьмо? Нет. Я слышал это дерьмо, и я бы хотел это развеять, потому что всё было не так. Один из кастинг-директоров увидел Эдди Фёрнонга в одном из клубов, подошёл к нему и предложил пройти ему кастинг на роль. А претендентов на роль Джона Коннора в Терминаторе 2 было Хеннеллион. Он был одним из них и в итоге прошёл, потому что в нём был уличный нрав, он был с улиц. Слушай, я так понимаю, брейнскан — это такой период его карьеры, когда он пытается стать кем-то большим, чем пацан с Терминатора 2. Ну сколько там? Пару лет вроде с Терминатора прошло или три? Терминатор 2 был в 1991, этот фильм 1994. Да, три года. Так что это период у него «Кладбище домашних животных» 2. Да, да, да. Брейнскан, видимо, тоже в этой волне. Да, конечно, жалко, что с ним ничего больше не произошло, потому что я помню времена, когда он ещё снимался там в «Вороне» жестокое причастие. Я тогда думал, ну, вроде бы, парень работает, но, конечно, во что превратился он сейчас, я очень ему соболезную в этом плане. А американская история? Я думаю, что единственный другой фильм, который может претендовать на то, чтобы второй хороший фильм, в котором за свою карьеру снялся Эдди Ферланг, да, это всё-таки «Американская история Икс». Но это всё-таки фильм Эдварда Нортона, а не Эдди Ферланга. Я просто надеюсь, что рано или поздно с ним тоже случится камбэк в теле Маккеллое и Калкина, потому что мы тоже думали, что Калкин – это всё потерянный чувак, да. Ему просто нужно прийти на «Best of the Worst». Или куда-нибудь и затеять свой подкаст, как у Макклея Калкина теперь. Просто мы всё долгое время думали, что Макклея Калкина тоже не вернётся, да, а вот он, он как очистился вообще и последние пару лет, он просто повсюду. Ну, слушай, я готов защищать игру Эдди Ферланга в этом фильме, потому что мне кажется, что вот, я понимаю, что ты сказал, что он как бревно и тут играет, да, в чём-то ты прав, но мне кажется, что, не знаю, именно так и выглядят и ведут себя задроты-социопаты, потому что я сам не так давно был таким. Просто 95% времени ему реально нужно отыгрывать задроты-социопата. Который хочет поспать или который только что спал, да. Да, и он с этим справляется. Но вот эти оставшиеся 5%, да, когда дело доходит до каких-то других эмоций, там вот он начинает реально быть тем же самым бревном, где он был 95%, и ему надо было быть бревном. Не фанат Эдди Ферланга, да, Денис? Я обожаю его в Т2, но в сканировании мозга он, вот эти 5% всё-таки мне открывают глаза и говорят, что ладно, этого чувака реально долупить по лицу, чтобы он пришёл в себя. Ну, тем не менее, нельзя отрицать, что вот ты смотришь на вот этого чувака и видишь, что у него что-то там в башке происходит, не то. Да? Да, то есть он выглядит немного таким отрешённым и не совсем здоровым, потому что это реально его персонаж, то есть там в начале фильма очень чётко нам дают понять, что этот пацан крип, он больной ублюдок, он наблюдает за своей девушкой и понимает, что сам по себе говорит, что он больной. Ну, не за своей девушкой. Не за своей девушкой, извините, за своим любовным интересом, я думаю. Единственное, странно, что нам показывают, что Кимберли, его соседка, что она знает это и ей это нравится, что он за ней наблюдает и даже сама ему много чего показывает. Да потому что это влажная мечта любого нерда. Но это опасные месседжи, да, типа ты, во-первых, у тебя просто такие конфликтующие месседжи в этом фильме, с одной стороны ты показываешь, что это плохо, да, и так делают только крипы, но с другой стороны ты показываешь, но и правильно делают. Да, потому что девушкам это нравится. Потому что девушкам это нравится. В общем, вот этот, мне кажется, мой тезис всего этого фильма. Каждый раз, когда я думал, что этот фильм выигрывает мое уважение, он опять срет в постели, срет в штатной. Кстати, а ты знаешь то, что, по-моему, из всех этих актеров в этом фильме у Эми Харгривз, которая играет Кимберли, у нее сложилась, наверное, вторая лучшая карьера после Фрэнка Ланджелы. Да? Где ее еще мог видеть? Ну, во-первых, у нее была эпизодическая, но очень-очень яркая и хорошо отыгранная роль в фильме Blue Ruin Джерми Соланье, где она играла сестру главного героя. Точно! У нее там на плечах очень-очень такая тяжелая сцена и очень-очень сложная была. Это во-первых. А во-вторых, и как я понимаю, она сыграла мазь главного героя сериала «13 причин почему». Знаешь такой сериал? Этот сериал я знаю. Который просто завирусился так, что от него уже тошнит. Да. И благодаря этому у нее началась вот вторая фаза ее карьера, где она теперь играет мамаш на телевидении и на стриминговых сервисах. Угу. Так что, я не знаю, как ты, но я рад за Эми Харгривза. Блин, я сидел весь фильм «Брейнскан» и пытался вспомнить, где я видел это лицо. И это, черт возьми, Blue Ruin. Да, да. Я тебе как-то даже скидывал картинку после того, как ты посмотрел этот фильм. Типа сказал «Смотри, она из Брейнскана, чувак». Офигеть. Не, круто, круто. Денис, ты также рад за Эми Харгривз, как я? Да. Сколько ей было лет, когда она снималась в Брейнскане? Этот вопрос, на который может ответить только Google. Так, 93-й год съемок. Ладно, 23 года. Я уже думал, они пошли на территорию, где они школьницу голой показывали. О, нет, то что, это даже в 90-е не могло прокатить. А Эдварду Ферлангу было на тот момент. Он на 7 лет младше ее. Чувак отцепил себе Милфу, я рад за него. Ему было 16. Он отцепил себе Милфу, но потом оказалось, что ему просто приснилось. Лох. Слушай, Денис, есть что-то отдельное, что ты бы хотел обсудить в этом фильме? Конечно. Давай. Я зайду немножечко издалека, а потом добью картинкой, которую я на фотошопе сразу же, после того, как закончился просмотр. Я должен был это выплеснуть. Я в какой-то мере оценил, как они подошли к интерьеру, в котором живет Эдди. Да. Потому что интерьер зачастую говорит о персонаже довольно много. Да. И к тому, что он читает, что он смотрит, как он себя ведет и вообще где он обитает. Они там развесили Элиса Купера на его холодильник, да? Да. Все обставили техникой. Вроде нужные даже постеры зафигачили. Читают они с другом журнал Фангория, типа знаменитый хоррор-журнал. Да. Вот. Но я сомневаюсь. Я, кстати, не смог своими поверхностями гуглежом найти, была ли в Фангории рубрика видеоигр, где он смог найти эту инфу про Брэйнскэн. Ну, фиг знает. Ладно, хотя бы Фангорию нашли, а не просто какой-то там дженерик-журнал. Да. Вот. И вот весь этот образ, да, и весь этот фильм, он по итогу натолкнул меня на тот креатив, с которым я сейчас тобой поделюсь в чатике. Но это была вот первая мысль, которая у меня всплыла после вот всего этого ансамбля его окружения и его поведения весь в этом фильме и сюжета. Я замутил вот эту вот картинку. Он же злобный и видеоигровой и задрот. Потому что он несколько раз за этот фильм терял свое дерьмецо. Он там выходил и в конце тоже он знаменито вышел из себя. Вот. И я не мог не на фотошопе это, потому что это сидело во мне и нужно было это все выплеснуть. Я уже начал строить фанатскую теорию на тему того, что этот фильм это оригин нерда. Да. Но у этого фильма прямо противоположная мораль, потому что в конце Диа Ферланг отказывается от видеоигр. А с нердом к счастью не случился Бринска. Да, потому что он, как и нерд, обожает старые черно-белые хоррор-фильмы, да? Да. Он читает фангорию, типа прется по этому гриму и всему делу. Они устроили этот кружок в школе по просмотру фильмов ужасов. Слушай, но значит этот фильм в какой-то степени все-таки угадал этот стереотип, да? Потому что, судя по Джеймсу Рольфу, этот стереотип появился не из ниоткуда. То есть, была вот эта субкультура задротов, которые любили игры и старые черно-белые фильмы ужасов. Потому что у него даже его серий Игорь, это же чувак Игоря Франкенштейна. Так что, хоть в этом плане, я думаю, комплимент стоит отвесить. Я только сомневаюсь, что у Джеймса Рольф в школьные годы был кружок, в который набивалась просто куча сексуальных подростков и смотрели с упоением древнющий черно-белый фильм. Желочный пузырь. Да. Вот, еще хотел момент, который мне пришлось перематывать, чтобы переслушать его в оригинале, потому что я не нашел версию фильма в оригинале плюс русские сабы. Кажись, русских сабов этого фильма не существует. А мы смотрели типа семьей фильм, поэтому пришлось в переводе с кассеты смотреть. Отличный перевод. Но я услышал типа фразу, которую у нас не перевели нормально, но в оригинале я ее услышал, потому что перевод все-таки не дубляж, а закадровый. И я типа немного ухмыльнулся, когда в конце его дружбан стучится к нему в дверь. Да. И Эдвард Ферланд радостный, что его дружбан живой, и он типа бежит вниз по лестнице с криками, выкрикивая типа Кайл, Кайл, Кайл. Когда открывает дверь, типа О, Кайл, Кайл. И Кайл ему говорит типа нет, черт возьми, Аксель Роуз. И я так смотрю, блин, этот чел реально весь фильм гладит как Аксель Роуз. Ты скажи, да, про себя, что ты все-таки у нас не последний человек в плане любви к Гансен Роузу. Да, я очень люблю эту группу, очень люблю Акселя. И я тут, когда вот просто где-то на задворках звуковой дорожки услышал два ключевых слова, подумал, он что, реально это сказал? А что он сказал в переводе? Какую-то фигню, типа, без имени даже. А, понятно. Что-то вроде, а ты думал кто? Смотри, Аксель Роуз и Эдди Ферланг. Да! Ты знаешь, связующая звено тут, да. Терминатор 2, You Could Be Mine сонтрек. Он там ехал со своим дружбаном Васей, да? Да. На мотоцикле. И они слушали именно композицию Гансен Роуза. Так что, не знаю, может быть, это было намеренно, надо будет свериться со сценарием Эндрю Кевина Букера. Блин, ну это классно, что он второго дружбана писал, как мелкого Аксель Роуза, получается, ещё и шутку такую прописал. Да, что-нибудь ещё? И всё-таки мы оценили в какой-то мере, хоть и низкобюджетный, но какой-никакой запоминающийся саундтрек в этом фильме. Окей, я не могу сказать то же самое про себя. Ну, типа, вот эта вот тема, которая у этого фильма есть. Блин, вот сейчас ты её напел, и я такой, да, у этого фильма есть тема. И каждый раз, когда я смотрю этот фильм, я вспоминаю, ах да, у этого фильма есть темка. Но как только фильм заканчивается, я сразу же про это забываю. Да, и поэтому, типа, я вот относительно недавно пересмотрел этот фильм, эта темка запала мне, я такой, блин, классно, у этого фильма есть тема, и она какую-то атмосферу создаёт. Она, типа, в разных аранжировках, на самом деле, звучит на протяжении всего фильма тут и там. То есть, где-то она пианино, где-то она чуть-чуть потяжелее, даже гитаркой её вставляли, кажется. Да. Где-то медленнее, где-то быстрее. Но прикольно, что они дошли, типа, прошли экстрамилю, сделали свою темку, плюс-минус запоминающуюся, и не какую-то отстойно звучащую. Это, хотя бы, не знаю, минимальный труд. Да, да, да. А в остальном, там какая-то бетономешалка вставлена в самом треке. Бетономешалка! Да-да-да. Какие-то низкобюджетные трэш-композиции, которые просто подчёркивают вот то поколение чуваков, которые сидят на чердаке. Кстати, ещё один богатый, беспроблемный белый парень. Ну, не то, что беспроблемный, у него умерла мама. Да, ну, ну, папа в разъездах, у него unlimited запасы еды, жрачки, электричества, игр. Мне кажется, это мечта всех подростков, не знаю, всегда. Да, горячая соседка вот в соседнем доме, которая не прочь, чтобы ты её поснимал на свою ВИЧСку. Не, мне кажется, что вот Эдди Ферланг в Брейнскане, Энтон из Руки убийцы и, не знаю, и Зик из факультета, это люди, которые сформировали то, чем я хотел быть в Тинэнгерские годы. Святая Троица, да. Да, просто. Боже, как бы я хотел никогда не знать про них, чтобы у меня было более счастливое детство. Так, и в остальном по моментам, наверное, всё. Да, я всё. Главное, я тебе, я с тобой поделюсь с картинкой, что она не ушла не в никуда, а к тебе. немного вернёмся к темке этого фильма. Оказывается, что композитор фильма «Сканирование мозга» также был причастен к саундтреку фильма «Американский ниндзя 2» с «Хватком». Этот «Американский ниндзя» нас просто не отпускает. С Майклом в Дудиковом. Надеюсь, Серёха нас слушает. Это было для него. Я хотел ещё сказать пару вещей. Во-первых, опять же, на тему того, как этот тяп-ляп, этот фильм написан, но смотри, каждый раз, когда он играет в «Сканирование мозга», с ним происходит типа забытие. Но не в третью игру. Да. Какого хрена? Я, когда он третью часть запустил, я подумал, блин, а как они это обыграют? Ведь нам надо будет показать вроде сцену, когда он пойдёт мочить свою соседку. Да. Нет, он просто берёт кэжуал шагом такой, выходит из своей хаты и идёт к ней. Не-не-не, подожди. Значит, первые две игры он сначала убивает рандомного соседа. На вторую игру он убивает своего друга. Да. И оба раза он отключается и делает это подгибнуло. третий – это когда он заметал следы. Третий – это когда он идёт заметать следы и прятать там какую-то хрень. И четвёртый, когда он пошёл мочить подругу, он тоже был в сознании. Но в третью игру он был совсем-совсем в сознании. То есть, хотя бы в четвёртой игре его потом захватил Трикстер, да, он стал одержим. Но в третью игру он просто идёт как сам, ну, сам-сам. Да. И, ну, блин, ну, серьёзно, неужели им было настолько плевать? Так себе экспириенс, погружение, когда ты просто включаешь игру, типа нажимаешь play, и он тебе говорит, ну, иди, иди, заметай следы. Это знаешь, вот ты сидишь, пишешь такой сценарий и такой, блин, если он останется в сознании в первые две игры, то он никого не убьёт. Особенно во второй, где ему надо убить своего дружбана. Да. Но тогда третий акт будет скучным, потому что он опять проспит всё то, что он делает. И такой, нет, тут надо прописывать так, как будто бы он уже сам всё это делает. Лэйзи, лениво. Ну, это знаешь, та ловушка, в которой, скорее всего, ты себя уже ощущаешь, написав две трети сценария. Да, да, да. Ты такой, упс. Ладно, буду писать, когда дальше покатит. Да, потом семь напишу и всё заглажу. Да, да, да. И последнее, скажем, что-нибудь хорошее для разнообразия насчёт этого фильма. Я уже сказал про маркетинг этого фильма, как его пытались распиарить в своё время, и какие там снимали всякие промо к нему. Я наткнулся на довольно-таки милое промо, где Тирайдер Смит в образе Трикстера, его в полном гриме, и Эдди Фёрланг соревнуются в играх. Ого. Да, они остаются в образах на протяжении всего этого видео. Очень-очень мило, забавно. Я оставлю ссылку в описании, обязательно гляньте потом. Прикольно. Да, хоть такую дополнительную милю прошли. Я такое ценю даже. Денис, ты будешь присматривать фильм «Сканирование мозга»? К сожалению, нет. К счастью, нет. И я тоже. И к сожалению, к счастью, мне кажется, что я и так этот фильм смотрел больше раз, чем стоило бы. Ну что ж, переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Подожди. Нет? Не переходим. Что это бред? Что такое? Этот чел, композитор, он был композитор к Mortal Kombat. Морал Комбат. 95-го года, который... Я сомневаюсь, что он написал ту самую темку, да? Да, да, да. Но они лицензировали этот трек. Да. В общем, Джордж С. Клинтон. О боже, он в куче фильмов в то время был задействован. Да, да. Но, блин, это неудивительно, потому что однажды вступишь в русло голливудских композиторов, да, уже не отделаешься от этого. Переходим к финальной рубрике нашего подкаста, да. Во-первых, нам написал Денис, он сказал, что он давно искал похожий канал на наш, и где именно два брата обсуждали бы анастезическое кино. Слушай, это довольно-таки конкретный запрос на подкаст, я рад, что хоть кому-то мы угодили прямо вот тетельку в тетельку. Слушай, я тебе говорил, да, что на такое должен быть спрос. Вот, пожалуйста, я был прав. Я не знаю, возможно, этот комментарий оставил ты. Нет, нет, нет. Точно? Точно, точно. Ты бы не стал шухериться под каналом, на котором есть твое имя? А потом такой, чёрт, я забыл сменить. Чёрт, ну почему я везде подписываюсь с собой? Да, про наш эпизод по без лица ещё сказали, что, возможно, это наш лучший эпизод, и кое-кто местами сменялось всё в голос. Слушай, никогда не знаешь, когда такое произойдёт, потому что, если честно, для меня вот это был ещё один эпизод, а тут вот человека спровоцировали такую реакцию. Это приятно, да? Ну что ж, на следующей неделе у нас будет кошелёк или жизнь? Матафака. Спасибо, что нас послушали. Все отсыки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на ютубе. Поставьте нам лайк везде, где можете. вступать в нашу группу ВКонтакте и подписываться на наш канал. Спасибо, до свидания. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!